А зачем вам что-то лежит в новом пространстве и все равно под диваном? Ну, видишь ли, старуха, я философ. Мне для полета моей мысли, ого-го, сколько надо. Ого, и почтальон, и живописец, и философ. Ба-а-а! Так я встретила Леонардо да Винчо. Ты мне еще постри когда-то. Я еще не знаю, кого ты тут встретила. А, вы что там еще? Вы там еще и идите? Не понял. Не понял. А что, если человек под диваном, он что есть не должен, да? Значит, вы на диванах обжираетесь, а вы под диванами что, в голодухе помираетесь? Тут-то мы с ним и надрались. Только ты меня не осуждай. Ну, что? Узнай, что я Достоевский, я бы так назизюкалась. Не веришь. Не веришь. Не веришь. Не веришь, потому что ты все умолк. Все умолк. Ум же это смерть веры. Ты сердцем, сердцем поставил. Постарайся поверить. Ты только представь себе, как я обрадовался, что ты мне раз и представишь минувшее. И я обнам и перенесусь в прошлое. И вдруг, и вдруг отворилась дверь, и в комнату вбежала маленькая девочка с криком «Мама!». Боже мой, он, оказывается, ее совсем крошкой взял из детского дома и говорил, что я ее мама, показывая на моей фотографии, и что я скоро к ним вернусь. Девочка вцепилась в меня, а я с ужасом, с ужасом смотрела на него, понимая, что я здесь должна буду остаться не всегда. Ну, не могла же я бросить девочку рыдающего счастья? А-а-а! Ха-ха-ха! Что с вами? Что с вами? Что с вами? Что с тобой? Что ей-богу? Где же ты срослась, с моей Аней? Лишь бы дитя не плакала! Ха-ха-ха! Этот... этот дом, в котором я сейчас нахожусь, мне кажется, вымысленным сном. Единственная, единственная моя реальность — это Федор Михайлович Достоевский. Аня, Аня, скажи, скажи, а что тебе больше всего по сердцу изнаписанного мною, а? Преступление и наказание. Отец любил и читал мне вслух. Скажи, а какую сцену ты любишь больше всего? Только не спеши, не спеши, не погуби меня, голубчик Аня. Это когда Соня просит Раскольникова покаяться. Да. А может, я все это придумал про справедливость? Может, я просто перестал быть мучительной Федерой? Стал вяней Саидой. А я решил покаяться. Я сказал об этом партнере. Ох, Господи, как же они меня убили. Как же сладко они меня убили. Чудом не убили. И вот тогда я под диван и заполз. И от падального своего страха, западанную свою жизнь, там, под диваном прятался. А потом я спросил тебя, тебя, про любимую книгу и Аня. Аня, устали твоими, старуха сказала, как вроде Раскольников, покайся. Было, было, и я хотел звонить. И сегодня они должны... Я была рядом с ней, когда толпа выпрягла лошадь и везла ее до дома у себя. На плечах до дома. И все ее нумерованные мужья, хоть они и бросили, ушли от нее, безумно ее любили. Стоило ей только помогать пальцем, как они все, как один бы прибежали, принеслись бы. Здесь нету никакой актрисы, ее сгод как нет. Как она умирала? О, она умела умирать. Она столько раз это делала на сцене, и святые доски сцены видела она в забытии. И все говорила, говорила со своими великими, великими партнерами. Они не бросали ее. Они стояли рядом с ее кроватью. Они помогли ей доиграть последний ее спектакль. И она в последнюю минуту накинула на лицо покрывало, чтобы огонь не исказила ее лица, и сказала мне последнюю фразу. Когда меня зажгут, я буду стоять рядом с тобой и смеяться над теми, кто поверит, что я исчезла. Я не исчезла. Я только спрячусь в природе. И она засмеялась. Она засмеялась. Я тоже так умела смеяться. Умею так смеяться, как она. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. В 1910 году, живя в полнейшем уединении, я мало-помалу погрузилась в прошлое, столь для меня счастливая. АПЛОДИСМЕНТЫ